МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Андрей Камбюшев и вся дружная команда Студия 11. Мы готовы заряжать вас добром и теплом и заряжаться им в ответ. Сегодня 25 июня отмечается День улыбок незнакомым людям. И это наш праздник тоже. Ведь мы ведущие информационно-развлекательной программы каждый день улыбаемся вам с экраном. Мы не знаем ваших имен, но это не мешает нам виртуально вас обнимать и дарить вам хорошее настроение. И прямо сейчас мы вам это докажем. Знаете, очень приятно фиксировать, что все больше появляется удобных сервисов для людей. Одно из таких успешно работает уже почти месяц. В Сыктывкаре при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми открылся первый семейный многофункциональный центр. Теперь каждая семья с детьми сможет комплексно разрешить все свои вопросы, обратившись лишь по одному адресу на Первомайскую 11. Именно туда отправилась наша съемочная команда, чтобы узнать, как центр упрощает жизнь мам и пап. Кабинеты психологического консультирования и консультирования беременных женщин, правовой и психологической помощи, семейная диспетчерская, сенсорная комната, а также уютная зона ожидания. Все пространство первого в Республике семейного МФЦ позволяет посетителям полностью довериться и открыться сотрудникам центра. Каждый из них – профессионал своего дела. И уже единой командой они комплексно. И, что важно, в режиме одного окна разрешают семейные вопросы. В семейный многофункциональный центр может обратиться абсолютно любая семья, независимо от категории. По любому вопросу, если он касается ее семьи. Не обязательно это может быть какая-то проблема. Семья может просто прийти в центр и узнать, какая помощь здесь может быть оказана, какие услуги здесь предоставляются, какие программы реализуются. Родителям не нужно устало переходить из одной организации в другую в поисках нужной информации. Теперь все собрано специалистами в одной точке города по адресу Первомайская, 11. На входе расположен интерактивный стенд, рассказывающий про доступные для семьи льготы. Помимо этого в центре проходят профилактические лекции, тренинги и мастер-классы как для детей, так и для родителей. Посетители отмечают преимущество новоиспеченного помощника в их жизненных вопросах. Так как я беременна, поэтому мне нужно было узнать, какие меры социальной поддержки вообще в нашей республике есть. Хотелось бы ими воспользоваться. То есть удобно, когда ты приходишь, тебе все по полочкам расскажут, покажут, объяснят. Меньше чем за месяц в центр поступило порядка 150 обращений по различным, но одинаково волнующим жителей вопросам. Осилить запросы граждан сотрудникам помогают волонтеры. В рамках нашей деятельности мы активно сотрудничаем с добровольческими, волонтерскими организациями, поэтому приглашаем к сотрудничеству волонтеров и добровольцев любых возрастов для проведения различных мероприятий для семей нашего города. Семейные МФЦ – новшество не только для нашего Коми-края. В рамках года семьи центры продолжают открываться во всех регионах страны по указу президента России Владимира Путина. А помните, раньше нам на лето всегда задавали список литературы для свободного чтения? Некоторые воспринимали это как наказание, а другие с удовольствием читали и ставили галочки в заветном списке. Сейчас в нашем регионе есть возможность повышать эрудицию нескучно и в необычных условиях. Национальная библиотека Республики Коми подводит итог первого месяца работы библиотеки на колесах с акцией «Летний читательный зал». Весь июнь передвижной книжный фонд приезжал в разные районы Сыктывкара и его окрестностей, чтобы принять набор детей, отдыхающих на летних площадках и в летних лагерях. Викторины, игры, мастер-классы и познавательные часы. Говорят, что время в библиотеке на колесах пролетает очень быстро. Сегодня Кибо приехала к детям села Печепашня, а уже завтра летний читательный зал откроется для юных тинтюковцев. Летняя пора горяча не только ввиду температурных показателей. Это время, когда сдаются экзамены, получаются аттестаты и определяется дальнейший образовательный путь. В Республике Коми в этом году из девятых классов выпустились 10 тысяч человек. Одиннадцатые же окончили 4276 человек. Как пройдет приемная кампания в Сыктывкарском университете в этом году мы узнаем у его ректора Ольги Сотниковой. Ольга Александровна, добрый день. Андрей, добрый день. Очень рад вас видеть. Взаимно. Вот приемная кампания стартовала 20 июня. Вчера. Какие нововведения в этом году, например, от прошлого года? Да, есть по правилам приема существенные отличия от именно прошлого года. И они касаются целевого обучения. Целевое обучение было всегда, но абитуриент должен был сам найти работодателя, с которым заключит договор. Теперь эта система автоматизирована через платформу работа в России. Абитуриент может выбрать работодателя, подать туда заявку и, соответственно, поступая заявлением, указать о том, что он идет на целевое обучение. Особенностью нашего университета является то, что практически по всем направлениям у нас есть целевая квота от Министерства науки РФ. Сколько бюджетных мест для приема в 2024 году выделено? 1339 бюджетных мест. Я все бюджетные места считаю, в том числе аспирантуру. Акцент сделан на педагогическое образование, медицинское образование и IT-образование. Хватит ли мест в общежитии, Ольга Александровна? Ну, у нас никогда не было проблем с общежитием. У нас восемь общежитий, небольшие комнаты, два, максимум три человека, если комната большая, проживают. Льготное поступление в УЗ. Вот кто может претендовать на вот эту возможность? Есть стандартное, которое предоставляется для сирот и инвалидов. И здесь 10% выделяется федеральных бюджетных средств. Здесь никаких изменений нет. Но есть еще дополнительно 10% льготного обучения. Это участники специальной военной операции. Это дети этих участников специальной военной операции. И это дети медицинских работников, которые ушли в мир иной в период коронавирусной инфекции. Но даже здесь есть особенность о льготном поступлении, потому как те дети, которые являются участниками специальной военной операции, которые погибли или получили увечья, они могут поступить без экзаменов. И без единого государственного, и без вступительного экзамена. Ну и самый, наверное, главный вопрос, почему нужно поступать в Сыктывкарский государственный университет? Мы многопрофильный ВУЗ, и здесь два существенных обстоятельства. Во-первых, мы понимаем, что люди разные. И склонности, способности у каждого абитуриента, они специфичны. Любое образование вы можете у нас получить. А еще у нас оригинальное стипендиальное обеспечение. Каждый абитуриент, который поступает в наш университет и имеет 100 баллов по ЕГЭ, имеет стипендию 50 тысяч рублей. Я обращаю внимание, что она выплачивается ежемесячно до первой сессии, до окончания первой сессии. Если же средний балл ЕГЭ 90 и выше, то 30 тысяч. Если же 80 и более баллов, то 20 тысяч рублей. Мы всем абитуриентам желаем удачи. Ольга Александровна, огромное спасибо, что пришли к нам в гости. Привет большому нашему университету. Спасибо, Андрей. Я приглашаю всех абитуриентов в наш замечательный Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Чистое будущее в чистом настоящем. Как никто это понимает, участники республиканского конкурса «Взгляд в чистое будущее». Проводится он, чтобы выявить уникальные инициативы, лучшие экопрактики и экотрадиции для привлечения внимания к экологическим проблемам современности. В этот раз конкурс был посвящен Году семьи. И длился он несколько месяцев. К участию принимались творческие работы в номинациях. Семейные экотрадиции, экотуризм, экологическое просвещение и воспитание, эко-СМИ, волонтерская инициатива. Участие в конкурсе приняли семьи из девяти муниципалитетов от Воркуты до Сыктывкара. 36 заявок от более чем полсотни участников. Победителем в номинации «Эко-СМИ» стала Мария Кулик из поселка Кожева. На конкурс девушка прислала видеоролик о загрязнении реки Печора. Узнав о победе, Мария поделилась, что в свои семнадцать она искренне любит заниматься добровольческой и экологической работой. По словам девочки, наша коми-природа очень красива, и о ней нужно заботиться. Скоро наступит долгожданный сезон арбузов. Некоторым любителям этой сладкой ягоды сложно отказать себе в удовольствие съесть за один раз чуть ли не половину плода, однако диетологи советуют ограничиться нормой. Арбуз – высокоуглеводная ягода с обилием сахарозы и фруктозы. Этот сладкий десерт может резко увеличить уровень глюкозы в крови, который спровоцирует выброс инсулина и приступ голода. Фрукты – это хорошо и полезно, но если переборщить с ними, то возникает инсулинорезистентность, которая приводит к ожирению. В этом и заключается недостаток арбуза. Мы часто не замечаем, как съедаем половину плода за один присест, не ограничиваемся нормой в два-три куска. Так что, друзья, помните – во всем нужна мера. Незаметно вы подошли к экватору нашей программы. Не переключайтесь, и тогда обязательно увидимся вновь. Это студия «Одиннадцать», и нам есть о чем рассказать и что показать. Чем будет наполнена вторая часть нашего эфира – узнаем по ходу программы. Первый открытый скейт-парк совсем скоро появится в Сыктывкарском микрорайоне «Орбита». В состав скейт-парка будет входить и специальный памп-трек. Он предназначен для молодых людей, которые занимаются современными активными видами спорта, такими как велосипед, трековый велосипед, скейтборд, ролики и самокат. Таких площадок в столице Коми еще не было. А между тем, занятия таким уличным спортом становятся все популярнее среди молодежи нашего региона. Как никто другой, это знает Марсель Сафин – руководитель федерации скейтбординга Коми. С гуру стрит-спорта пообщался мой коллега Северин Арпа. Марсель, скажи, пожалуйста, сам уже сколько лет катаешься? Я катаюсь уже в этом году 20 лет. Так юбилей просто? Юбилей, да. Надо отметить хорошим катанием. Свою первую доску помнишь? Помню, да. Очень хорошо. Что за производство? Как долго она выдержала твои экстремальные покатушки? Это была китайская доска. Она держалась на полтора месяца. Я сломал у нее нос. И потом катался еще на такой доске полтора месяца, наверное, пока мне не подарили новую. То есть месяц-полтора – это средний расход досок у активного райдера, да? Я думаю, у самых активных бывает и по пять досок в месяц. В зависимости от сложности катания. Ну, вот мы видим, что здесь, в вашем парке, дети катаются. Но наверняка есть ребята, которые постарше приходят сюда, давно занимаются. Да, мы вот на этом парке, который пять лет уже действует. Мы воспитали поколение целое. Они постоянно ходят. У нас остался костяк взрослых ребят, которые представляют нас и от федерации на мероприятиях и в городе, и за городом в других регионах. Как вообще часто проходят соревнования нашей федерации? Куда-то выезжаете вы за пределы региона? Мы пару лет назад уже включились активно после регистрации в федерации. И проходит примерно пара соревнований – это на местном, на вокальном уровне региональном. И стараемся устраивать два-три выезда в год с ребятами в различные туры и поездки. Как наши ребятки себя показывают? На уровне региона достойно. Это первые и вторые места. Выезжали в соседние регионы и занимали тоже хорошие результаты. Брали и призовые места в том числе. У нас, наверное, вот инфраструктура для катания на доске там не так развита в городе, наверное. Ну, немножко отстает регион, да, от соседних, но и в целом по России. Но в этом году уже ситуация меняется. Я надеюсь, у нас появится в конце лета достойная площадка для чемпионатов и тренировок. Ну, вот очень много на самокатах ребят сейчас, да, на досках очень редко на улице встречишь. Это в едне времени какое-то? Да, такая специфика скейтбординга. Он волнообразно развивается. И не предсказать этот период популярности. Но, тем не менее, люди всегда есть. Такие убежденные спортсмены. И кто в культуру плотно вошел, они уже не выходят из скейтбординга. То есть это целая культура, да, получается? Это, наверное, одна из самых старых субкультур вообще, которая есть в мире 60-х годов. Практически 60 лет скейтбордингу. И тоже юбилей в этом году. А что дает вот катание на доске? Какие ощущения, эмоции, может быть? Какие навыки развивает? Главный навык – это баланс. Баланс, который переходит потом. Постепенно, как ты его приобретаешь на скейтборде, так и у тебя переходит баланс в жизненный. И начинаешь контролировать собственное тело и свои эмоции. Потому что очень сложный координационный трюк, и он требует включить мозг максимально. И это очень помогает в жизни. Я вот смотрю, ты такой спокойный человек. То есть, получается, для себя скейтборд – это что, когда ты катаешься? Это некая медитация, может быть? Для себя, да, это для меня больше такой медитативный спорт. Я выбираю себе площадку ровную, стараюсь делать трюки чисто. И вот от этого ловлю кайф какой-то и медитацию в то же время. Потому что сконцентрирован всегда на одном каком-то движении. Бывает такое, что начинаешь кататься с плохим настроением, а потом оно меняется? Бывает, да. Это прям таблетка для меня. Если мне плохо, я беру доску, встаю и все. Сразу отключаются все негативные мысли и становится гораздо лучше по настроению. Ну, как спорт в любом виде так влияет на человека. А он, кстати, не входит еще в программу Олимпийских игр? Входит. Уже прошли соревнования в Токио. Были в 2021 году, по-моему. В следующую программу тоже включили. В Париже будет. Уже готовится площадка крутая. И там представлен скейтбординг. Сколько у нас в республике скейтбордистов, увлеченных этой темой? Хотя бы, ну, примерно. Я думаю, вот прям увлеченных порядка ста. А если собрать людей, у которых есть доски, периодически выходят. Я думаю, если судить по нашей группе, там порядка 500 человек. И членов федерации в группе тоже 400 человек. То есть увлеченные люди, которые следят активно. То есть получается, в принципе, потенциальных ребят еще много, да? Для этого вида спорта. У нас такого динамичного, интересного, молодежного. Потенциал, да, большой. При том, что молодость у людей такая не сильно увлеченная сейчас. И ребят нужно завлекать очень много. Как показала наша площадка, с декабря очень много талантов, которые даже не знали, что у них есть такие возможности хорошо раскрыть себя. Вот у вас, что ты говоришь, девочка даже с парнями соревнуется. На соревнованиях себя хорошо показала, да? Да, есть у нас Полина такая, которая начала в начале декабря кататься. Вон там она стоит. И в начале апреля у нас пришли соревнования. Были участники из Ухты, из Сыктывкара, Ешкаравы, набережных Челнов. И она заняла среди всех парней третье место. Ты, наверное, по другим городам России, может быть, даже мира ездил. Вот, на твой взгляд, для себя какой город наиболее удобный для скейтинга обозначил бы? Сейчас, наверное, лучше смотреть по регионам. Очень хорошо застраивается Татарстан даже в маленьких городах. Там 40-50 тысяч населения стоят. Бетонные парки очень хорошо развивают инфраструктуру именно этих молодежных современных видов спорта. И там находится, наверное, первый из лучших скейт-парков по олимпийских стандартам Уран. С какого возраста можно ребятам заниматься? Потому что я смотрю, тут вообще у вас малыши такие занимаются. Самый оптимальный возраст, наверное, с 6-7 лет, когда ребенок начинает себя осознавать. И с 8-10 лет уже можно ходно заниматься. Это не травмоопасно и не проблематично. Кстати, по поводу травм. Сам, наверное, поначалу тоже много падал, да? И тогда, наверное, не было на локотниках, на коленях. У меня падают много и опытные падают спортсмены. И чем опытнее, наверное, тем даже больше и сильнее падение. Но у меня за всю мою карьеру, можно сказать, был только один перелом. И как практика показала, скейтбординг – это не травмоопасный вид спорта, если брать сравнение даже с тем же легкой атлетикой, футболом, волейболом, баскетболом. Зато развивает координацию, как ты говоришь, баланс, да? Координация, баланс, да, очень хорошо помогает чувствовать свое тело. А девчонок много, кстати, занимается у нас скейтбордингом? Девчонок в этом году очень много появилось с появлением скейтпарка. Сейчас у нас 6 девчонок на площадке только. И, думаю, порядка 10-15 еще начало кататься. Можешь пригласить жителей республики, особенно юных, к занятиям скейтбордом? Агитирую. Вставайте на скейтборды. Если вам не интересен скейтборд, можете попробовать любой инвентарь, что вам больше по душе. В любом случае занимайтесь спортом – это здорово. Это очень хорошо для морального своего состояния, физического и принятия всей вот этой ситуации спортивной в нашем регионе. У нас в республике появился такой хороший фестиваль «Стартуй», такое прям хорошее название, хочется двигаться вперед куда-то. Насколько важны вот такие фестивали молодежной культуры уличной для ребят? Очень нужное мероприятие, потому что вся эта культура, которая 15-20 лет в последнее время развивалась, она не имела какой-то поддержки. И эти фестивали выводят вот эту активность полезную, человеческую и спортивную на новый уровень. Это гораздо становится более приемлемым для общества и для развития города, инфраструктуры, его вида в целом и понимания того поколения, которое сейчас растет и делает город гораздо удобнее и приятнее для их жизни тут. И, наверное, какая-то часть людей даже решает оставаться тут, потому что начинает развиваться вся эта деятельность в городе и в республике в целом. Спасибо большое. Желаем новых увлеченных людей, новых талантов и новых побед в нашей федерации. Спасибо большое вам. Будем достигать успехов, побед. В выставочном зале Ухтинского музейного комплекса открылась уникальная экспозиция «Сто лет детства». Сотни экспонатов рассказывают о том, как менялись игрушки и детские забавы со времен образования Советского Союза до наших дней. В зале можно встретить как плюшевого медведя, набитого опилками, так и игровые приставки, в которые играли дети 90-х. Подробности в нашем следующем сюжете. Неваляшки, советские куклы, жестяные машины, оловянные солдатики времен СССР соседствуют рядом с детской периодикой, настольными играми и игровыми приставками из 90-х и начала 2000-х годов. Выставка «Сто лет детства», что открылась в выставочном зале Ухтинского музейного комплекса, рассказывает, как вместе со сменой вех в истории нашей страны менялись и детские развлечения. Здесь разные поколения могут встретиться и узнать больше друг о друге. Мне очень хотелось показать ребенку свое детство. Детство моей мамы. И я была безумно рада, потому что окунуться в мир детства, я когда смотрела картинки, я как будто побывала в 80-х, 90-х. Ну, уже очень здорово. Пожалуй, в этом и заключается уникальность выставки «Сто лет детства». Почти каждый ее посетитель сможет рассказать своим детям хотя бы о части экспонатов и без экскурсовода, как это решила сделать Ухтинка Олеся Савинская. Вместе с ней на выставку пришли ребята, которые отдыхают в дневном лагере при 19-й школе. Погружение в историю начинается с фильма для детей, снятого в 27-м году. Гид рассказывает о материалах, из которых были сделаны первые игрушки для советских мальчишек и девчонок. Первые материалы, конечно, для производства игрушек – это те же самые натуральные, то есть дерево, ткань, либо, например, та же самая вата. Из вата можно было достаточно просто сделать игрушку, пропитав ее к листерам. Росли новые производства в стране, появлялись новые материалы, из которых делали игрушки для детей – резина, жесть, пулетилен, целлулоид. Из последнего делали знакомых каждому неваляшек. И здесь педагогам из 19-й школы есть чем дополнить рассказ экскурсовода. Целлулоидные неваляшки не только не падали, но и густо дымили, когда их поджигали. Такие шалости были у советской детворы. Абсолютно все знакомо. Абсолютно. Вот эти неваляшечки. Самое интересное, что когда рассказывал о том, что мальчишки поджигали, мы ведь тоже поджигали, черный дым шел от этих неваляшек. Не только мальчишки, девчонки тоже любили это делать. Вот так выставка в Ухтинском музейном комплексе может вернуть своих посетителей детство. Помочь через игрушки стать ближе педагогам и воспитанникам, родителям и детям, бабушкам, дедушкам и внукам. И, возможно, такая выставка с ближайшее поколение может стать для Ухтинского музейного комплекса традиционной. Подобная выставка уже когда-то проходила в историко-краеведческом музее. Называлась она «Ретро-игрушка». Но сейчас мы решили немного ее более обширно сделать, как информационно, так и предметно. И поэтому как раз решили возобновить данную выставку. Она, скорее всего, у нас перейдет в ежегодный формат. Посетить выставку, испытать сладкое чувство ностальгии, увидеть игрушки, которые радовали вас в детстве, узнать больше о том, как росли и развлекались наши мамы и папы, бабушки и дедушки. Смогут ухтинцы и гости города до конца июня. Друзья, был рад дарить вам новые знания, ознакомить с интересными людьми и прославлять наш любимый комик рай. До новых встреч, Республика! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова